Здравствуйте! Мы начинаем блок оперативного маркетинга, именно часть, которая является самополагающей, с которой мы начинаем, это блок маркетинг-микс, либо комплекс маркетинга. Что такое комплекс маркетинга? Это целый список вопросов, с которыми приходится сталкиваться либо тем, кто продает продукт торговцам, либо тем, кто его производит. 12 вопросов. Они достаточно укрупненные, и то включают не все пункты, не все вопросы, на которые необходимо ответить в реальной жизни. Для того, чтобы проще было объяснять студентам, почему один продукт более успешен, второй менее успешен, в 40-е годы в американской университетской среде появилось понятие маркетинг-микс. Маркетинг-микс – коктейль из различных параметров продукта, который позволяет сделать коммерчески успешный продукт. Как их сопоставить? В 50-е годы, для того, чтобы стало еще проще объяснять, один из американских профессоров ввел понятие 4P. Что такое 4P? Всем известная аббревиатура. Это продукт – продакт, цена – прайс, место – плейс и продвижение – промоушн. Считалось, что именно эти четыре главных вопроса и отвечают за коммерческую успешность ставленного продукта. Именно на них в первую очередь необходимо обращать внимание. Я не зря нарисовал в виде пазла данную структуру. Это действительно пазл, который необходимо сопоставить. То есть каждый отдельный угол, каждая отдельная мозаика данного пазла должна гармонировать и сочетаться с другими параметрами маркетинг-микса. На самом деле, в дальнейшем это вышло из академической среды, это вошло в бизнес и стала достаточно успешной концепцией, которая позволяет декомпозировать большую, так называемую, условную задачу на маленькие кусочки и решать ее по частям. В дальнейшем появились реплики. Так, по ламбену, если посмотреть, то это стратегия продвижения, это стратегия распределения, это стратегия ценообразования и стратегия коммуникации. То есть, в принципе, не противоречен никому образом 4МП. Либо английский вариант, который имеет в своем преимуществе один важный момент. Клиент, пользователи, клиенты. То есть, здесь присутствует определенный пункт, который позволяет сосредоточить свое внимание на потребителях. Очень часто именно потребители выпускают из фокуса, когда рассматривают маркетинг-микс. Что такое маркетинг-микс? Давайте попробуем с вами изобразить и на примере покажу, как складывается данная мозаика. Итак, давайте попробуем зарисовать некий идеальный продукт. Что это? Ну, естественно, это продукт воспринимаемо-качественный. Мы будем говорить еще о восприятии качества с вами, но важно понимать, что каждый человек его воспринимает по-своему. Это необходимо учитывать в нашей деятельности. Воспринимаемо-качественный для вас идеальный продукт. Мы хотим продукт, который доступен с точки зрения покупки. То есть, нам нет необходимости ехать на другой край города, либо в другую страну для того, чтобы его приобрести. С учетом того, что темп жизни наш сжимается, нам приходится все больше и больше экономить время. То есть, продукт должен быть доступен, удобен для покупки. Или по-другому, в наличии, на складе. Его нет необходимости ждать. Мы хотим продукт, естественно, известный. Более того, мы хотим бренд, который соответствует нам по социальному статусу. Мы хотим бренд, который соответствует нам. При прочих равных мы с вами выберем известный продукт, либо соответствующий. То есть, должно быть донесено позиционирование этого продукта. Ну и последний элемент – это доступность по цене. Мы не говорим дешевый продукт. Дешевый ассоциируется, на самом деле, у нас с низким качеством. Мы говорим доступный по цене, который мы можем себе позволить, и цена не является для нас критичной с точки зрения ее величины. Доступный по цене. Давайте попробуем теперь зарисовать наиболее коммерчески успешные продукты, лидеры категорий. Итак, чаще всего это продукты, в большинстве случаев, воспринимаемо качественные. Это продукты, которые присутствуют в продаже на различных рынках. Мы можем купить его практически в любом магазине. Вспомните то, что вы покупаете, то, что вы видите. Это продукты, безусловно, известные, спозиционированные. И их позиционирование через средства массовой информации, через рекламу донесено до нас. Но что важно, эти продукты, как правило, далеко не самые дешевые. Итак, лидер по цене – это воспринимаемо качественный продукт и в то же время доступен с точки зрения места его приобретения. Это продукт известный, но он проигрывает по цене. Безусловно, на рынке могут быть продукты и другие. Они есть. Это тоже ниша, и они тоже коммерчески успешны. Но в своей нише. Это продукты, доступные по цене, к примеру. Это продукты известные и которые продаются во многих магазинах. Но, увы, на качество уже не приходится обращать внимания. То есть, как правило, по воспринимаемому качеству эти продукты проигрывают. Мы можем до бесконечности фактически моделировать те или иные продукты. Но конкурируем мы в большей степени по 3П. Почему? Потому что цена является важным элементом комплекса маркетинга, в котором отражаются все ваши ухищрения из других разделов 4П маркетинг-микса. Но, что важно, вы должны рисовать продукт, либо маркетинг-микс, не исходя из своих желаний, либо желаний руководства. Вы должны рисовать его, исходя из клиента. Кто ваш целевой клиент? Почему он будет приобретать продукт? Для кого вы его делаете? По большому счету, весь маркетинг работает на два простых вопроса, на которые тяжело найти ответы. Это Кто будет покупать мой продукт? И почему именно у меня? Два простых вопроса, но они наиболее важны с точки зрения маркетинга. И если вы не можете ответить на них сразу, то все ваши дальнейшие попытки в большей степени обречены на неудачу. Итак, комплекс маркетинга нацелен на клиента. Не стоит забывать про законодательные ограничения, а также конкурентов. Позволят ли они исполнить вам ваш комплекс маркетинга? Здесь стоит вспомнить про ограничения с точки зрения рекламы на рекламу алкогольной и пивной продукции. То есть, не все элементы комплекс маркетинга становятся доступными для производителя алкогольной продукции. С другой стороны, есть ваши возможности. Возможности вашей компании, существующие позиционирования, существующие клиенты. Безусловно, вы должны на них обращать внимание. Ну и последний пункт, то, что вы должны обязательно сделать, это финансово-экономический анализ. Либо финансово-экономическое обоснование. То есть, будет ли прибыль для компании ваш комплекс маркетинга? Итак, основные пункты. Комплекс маркетинга всегда нацелен на клиента и он является основой для построения комплекса маркетинга. Комплекс маркетинга базируется на возможностях вашей компании и учитывает ограничения внешней среды в виде конкурентов и в виде законодательства. Комплекс маркетинга – это компромисс. Потому что, если вы будете стремиться к полностью идеальному продукту, то он получится, безусловно, дорогим.